Здравствуйте! Мы продолжаем разбирать курс английский в медицине. И сегодня у нас второй раздел, section 2, taking notes, или как делать записи в истории болезни. Задание шестое. These notes show the doctor's findings when he examined Mr. Hall. Эти записи демонстрируют находки, findings или обнаружения или данные, полученные врачом, когда он обследовал Mr. Hall. Note the explanations given for the abbreviations used. Обратите внимание на объяснение данные для используемых сокращений. Употребляемых сокращений. What do the other ring abbreviations stand for? Что обозначают остальные сокращения, обведенные в кружочек? Итак, у нас здесь есть такой бланк, и мы помним, что surname – это фамилия, first names – это имя, age – возраст, sex – call, marital status – семейное положение, occupation – род деятельность, род занятие, present complaint – текущие жалобы. Теперь переходим непосредственно к сокращениям. Первое – OE. Это у нас on examination, то есть при осмотре. General condition – общее состояние. Abyss – избыточный вес или ожирение. Abyss – это у нас рост, это у нас вес. 85 кг. Дальше сокращение ENT обозначает ear, nose, throat. И мы видим, что здесь обнаружены у нас пробки. ВЭКС – положительный с двух сторон, both sides. Дальше – respiratory system. NAD – nothing abnormal detected. Ничего патологического не обнаружено. CVS – cardiovascular system. Или сердечно-сосудистая система. P – это у нас pulse – это пульс. 80 per minute – 80 в минуту. Regular – ритмичный, правильный. BP – blood pressure. Или артериальное давление. 180 over 120. И сердечные тоны. Heart sounds. Normal, то есть нормально. GIS – gastrointestinal system. Или ЖКТ. GUS – это у нас мочеполовая система. Спускаемся далее. CNS – central nervous system. Это CNS. И здесь у нас сквозное дно в норму. Immediate past history – это недавний анамнез. Points of note – дополнительные примечания. Investigations – это исследование анализа. И здесь у нас есть следующая запись. Urine или urine – два типа произношения слова. Дальше минус VE, то есть negative. Это обозначает negative for sugar and albumin. Моча отрицательная на наличие сахара и альбумина. Дальше у нас идет, вот с утра транскриптой слова, диагноз, как это произносится на английском. Diagnosis. И предполагаемый диагноз в нашем случае – это hypertension. Почему предполагаемый? Потому что здесь стоит знак вопроса. И есть пояснение, что это possible. И management или ведение пациента, или план лечения, план обследования может быть. C, и мы видим здесь такое число, что означает, что в году 52 недели. И то есть 1 из 52 – это 1 неделя. One week. И посмотреть через неделю. То есть врач для себя написал, что повторное обследование, повторная проверка через неделю. Итак, мы с вами закончили делать задание шестое. Продолжение в следующих видео. Оставайтесь с нами и успехов вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!